Привет! Сегодня хочу снять наш влог, один наш день, с самого утра. Ну, решила это вот прямо сейчас, уже когда в садик Ангелину повела. До этого, когда Софья в школу собиралась, у меня не было такой мысли снять один день. Поэтому вот день начнется с того, как я отвожу Ангелину в садик. Сегодня, скорее всего, Софье придется идти в больницу. Она подвернула ногу на лестнице, торопилась в школу вчера и растянула там себе какие-то связки или сухожилия на ступне. Вот, поэтому, да, если пойдем в больницу, будем снимать больницу. Если не пойдем, то не пойдем. Буду просто снимать все, что есть и чем я занимаюсь. Вот тут мы обычно сидим, ждем наш автобус. Женщины увидели, что я снимаю. А, вот и автобус. И все из кадра убегают скорее. Кореянки не любят, когда их снимают. Поехала. Прихожу домой и первым делом пью кофе. Это самый спокойный, самый любимый такой момент дня, утра, одиночества. Чтобы пить кофе было не скучно, я пью его всегда, читая либо ваши комментарии, либо новости, либо и то, и другое. В общем, кофе я пью, завтракаю за компьютером. Завтракаю я обычно не полноценно, а в основном люблю вот что-нибудь такое. Например, сушеный батат, вяленый. Он довольно сытный, полезный, калорийный. И в то же время это такие калории, которые усваиваются на 100%. Как всегда, залипла на этом моменте. Завтрак, новости. Видео, ютуб. Но надо убираться, как и все остальные домохозяйки, корейские домохозяйки, убираются дома. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Вот она у нас всегда так одна уедет, не видно, ее не слышно. Это только в Корее такое возможно, что ребенок пропадает, да, что ребенок пропадает из вида, и ты за него особо не переживаешь. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Оказалось, Софья еще сегодня едет на вокал, муж ее возит куда-то, не знаю, я ни разу с ними не ездила, но она говорит, что они там поедят, напрошусь с ними, чтобы заснять, как у них все это проходит, потому что я сама не знаю, как это проходит, она давно уже ходит на эти занятия, но муж ее возит. Космужалая, мы сейчас сегодня sabotали? Что это такое? Пут Окей, дик watches... Так.. СМЕХ Х carоли Как тебе это делать? Только три раза? Ф sticker riding и... Как走 на трider店, если нет дома... Анжелина и я, когда вы делаете ангелина, что ты делаешь? Я? Просто? Можешь? Я пойду домой. Анжелина немного видит, ты тоже видит, ты тоже видит. Я тоже видит? Да. Я? Да. Ты не видишь? Нет, просто не видишь. Ты сколько лет? 40 лет. Так, сейчас снимем маленькое. Сколько времени у нас? Хоть мы вовремя пришли. Я даже не знаю, сколько времени. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. 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 в общем англина сказала что ей нравится ходить сюда потому что ей очень нравится учительница но мало того что она любит рисовать конечно еще очень нравится учительница вот и она сюда ходит отдыхает так сказать душой так ну что пойдем посмотрим чем там старшая занимается тут также есть тэквондо в общем это все здание под какие-то хагоны оборудовано на каждом этаже есть какие-то несколько хагонов хагоны это дополнительные какие-то кружки дополнительные занятия здесь вот видимо находится софья как вон там кто-то играет уже на пиано кто это интересный играет разоваться в общем тут несколько классов снимать разрешили но софья застеснялась всегда так стесняется перед друзья перед детьми давайте еще раз на гелика глянем что там делает гелик тоже выгоняет меня со странки обе две никто не хочет чтобы снимали видеть тут никому не нужна мама тем более с камерой видите эти дети все сами по себе ходят по району гуляют заходят какие-то магазины покупают мороженое заходят в школы дополнительные в эти всякие секции сами ходят никто их не водит я просто пошла сегодня чтобы заснять так и я не вожу их они сами ходят у меня смотрите какое небо сейчас мы опять польет прям вот вот прям сейчас полью вот мне кажется успеть бы добежать какие-то цветут деревья круглый год в корее что-то цветет сейчас вот несмотря на то что осень сентябрь конец сентября но повсюду все цветет еще но как бы еще осень не совсем заметно все зеленое еще конечно на сентябре в корее везде очень много елей елок сосен не знаю в общем хвойных деревьев и поэтому когда вы ходите по каким-то улицам каким-то тротуаром всегда очень вкусно пахнет особенно после дождя недавно был прошел дождь и сейчас запах просто какой-то немыслимый очень суперский тут опять что-то цветет какие-то кусты вот такое чудо сегодня принесла ангелина каждый раз что-то приносит из своей художественной школы шарфик тут видите цветочек не только не только рисует но еще и делает какие-то поделочки да а сейчас мы едем у софья у софья вокал урок вокала да красиво мы находимся в сувоне сувон а здесь иммиграционный офис где-то рядом находится вот такой старый сувон старые такие здания вилла и где-то здесь софья проходит вокальное занятие не очень презентабельное место такая типичная старая корея друзья вот в таких местах на самом деле где идут вот такие вот всякие внизу ресторанчики какие-то заведения наверху могут быть жилые такие квартиры одна комнатная двухкомнатные но не очень хорошие такие условия там конечно вот плюс к тому на первом этаже представьте когда есть какой-то ресторанка это торговля это всегда ужасно вот в таких именно домах в корее самое при самое дешевое жилье я снимала вам как-то трущобный район и в комментариях немногие писали а как же типа ванрумы турумы там же дешевле но на самом деле это конечно не трущобы как вы видите это обычные здания это не трущобы но жить здесь конечно дешевле снимаете когда вы жилье здесь будет стоить вам там буквально 300 долларов что по корейским меркам это вообще очень и очень мало возможно кто-то живет просто один без семьи и ему конечно нет смысла какие-то апаты там снимать семейные они живут либо в офис-телях это когда немножко там дороже в офис-телях стоит либо вот в таких ванрумах турумах в однокомнатных двухкомнатных вот таких вот квартирках вот в таких вот домах скажите же нельзя это сказать прям дно днище прям нет здание в принципе нормальный там все есть все условия просто конечно комфорта намного меньше чем в остальном в остальном жилье в Корее вот и все я помню когда я только приехала из Казахстана в Корею для меня даже вот это жилье да казалось господи это же прям какая-то фантастика какая красота вот я правда как сейчас помню мне сейчас в это уже не верится да столько лет прошло мне в это не верится но это было именно так я смотрела вот на эти все домики мне казалось это же блин это ж как надо здорово родиться чтобы жить в таком жилье так все познается в сравнении хотя у меня в Казахстане конечно тоже была квартира своя хрущевки хрущевка обычная была по утрам тем не менее все познается как говорится в сравнении софья не хочет чтобы я с камерой перлась в подвале где-то занимается но здесь есть шумоизоляция очень хорошая поэтому там можно орать выгоняет меня в общем она выгоняет не хочет чтобы я снимала как обычно как всегда в общем здесь просто вот такая подвальная комната с очень хорошей шумоизоляцией просто я спросила мужа почему нельзя чтобы ну например этот учитель приходил к нам домой и репетировал он говорит ну ты что это же все очень громко происходит вот и нужна шумоизоляция поэтому вот тут у нее личный ее педагог арендует помещение в общем и здесь поют да это не какая-то школа вокальная а именно она берет индивидуальные уроки поэтому выглядит все вот так пока софья занимается вокалом и мы пришли здесь на близлежащую какую-то детскую площадку муж говорит здесь есть и целый час будем сейчас здесь развлекать ангелину это вот видно какая-то школа школа и какой-то парк ну такой парк чисто между всегда в таких когда вот такая малоэтажная застройка в корее в опатах вы знаете есть всегда там детские площадки и вся вот эта облагороженная территория но когда вот такие маленькие дома вот эти виллы у них как правило один на несколько вот таких вот домов на одну улочку бывает вот так один парк одна детская площадка и все жители вот этих вот ближайших домов приходят именно вот в такие вот парки мы тоже жили в таком жилье когда только начали жить в корее мы жили вот в таком жилье снимали вот такой вот виллу и я прекрасно помню как это все выглядело и когда мы там жили мне не моглось поверить что мы из этого малоэтажного жилья когда-то переедем в опаты что это была такая мечта это уже сейчас до варламов когда я начала варламова смотреть он наоборот топит за малоэтажное жилье что все эти опаты вот эти многоэтажки это зло но в то время когда да когда я не знала варламова мне казалось что он что может быть лучше чем жить в опатах так вот здесь такой парчик идет там он какие-то спортивные площадки там вот тренажер для старичков здесь вот какие-то идут поля ну типа там футбольное поле баскетбольное волейбольное а вот там идет детская площадка ну такой довольно старенький уже но тем не менее довольно уютный такой чистенький парк нормальный гелик все было спокойно пока ты здесь не появилась спокойно так жизнь протекала как только гелик появился так жизнь сразу забурлила эй даже площадка детская не нужна даже папе нашлось развлечение красота ну а я а а а а а а он а а а а а Я не хочу! Я хочу! Я хочу! Я хочу! на корейских площадках во всех парках всегда есть вот такие вот фонтанчики с питьевой водой можно попить когда кого-то ждешь время тянется так медленно вообще какой-то один час уже как будто три часа прошло уже и накачаться успели и спортом на заниматься чего только уже не поделали на время все никак не идет бомбе гайка по мугры да совсем стемнело и здесь есть место куда не по традиции после занятий всегда ходят ужинать муж говорит здесь вообще ничего вкусного особо нет но они привыкли здесь вот она занимается а здесь они кожи на это обычно посмотрим чем там мне это хорошо лишь бы не готовить накупила правда сегодня кучу продуктов и опять непонятно когда все это будет съедено в корее вот так всегда лучше вообще ничего не покупать домой это такой щектан чисто не ресторан ничего просто люди приходят сюда поесть так как это дешевле чем поесть дома например приготовить ну как как столовая на надо в россии столовая просто домашняя еда санды на бумагу что-то муляйте киво пасса а тогда сгоришься ты ангелина и выбросила за соседним столом печеньки я как хочу как у них и люди поделились печенькой вот принесли панчаны сначала таки прям домашние домашние панчаны все сейчас принесут еду цепля что у тебя за суп папа и суп чонгук чан это самый такой страшный для иностранцев суп он пахнет носками живут протухшими но на вкус он правда очень вкусный и он очень полезно главное его не нюхать жареная рыбка по третьему разу уже принесли кабачок и еще заказали одну рыбу просто как-то неимоверно вкусно здесь все обычная обычная домашняя еда безумно вкусно и работают бабушки тетушки просто скорее могут вот так бабушки тетушки все кто хорошо готовит просто держит свои ресторанчики такие небольшие и люди с удовольствием ходят и кушают еду всем хорошо и людям хорошо и бабушкам работы я хотела узнать как готовится этот кабачок муж спросил у женщины она говорит не буду говорит вас учить как их готовлю приходите игры ты ешьте муж говорит что его мама готовит еще вкуснее и если я хочу то она меня научит так что вот буду учиться потом вас учить так объели что никто не может встать все растеклись просто по полу и никто не может спать да ну что гелик пошлите хотя бы бабушки прям как роднулички но я не думаю что это очень вкусно софия зазывает меня в 일본е в японию в японию зазывает меня на каникулы говорит это умопомрачительная страна там так чисто там так чисто и вообще я не хочу жить в любом стране и я хочу жить в любом стране софия науки и львона очень хорошая и в хангуре тоже очень хорошая любая страна в СССР на вкус и все еще как и все в том чистое и приехали за правом из заехали тейфера начнем какие-то непонятно чеura непонятно никогда соусняка Мандарины. Пока дорогие, не сезон еще. Персики. Персики тоже не дешевые. Если что, 20 долларов стоит почти. Вот такая коробка. Все, пришли домой. Вы что такие довольные? Чучелы? Вот такая радость, когда домой приходим. Радости полные штаны. 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 в корее не принято никогда фрукты есть целиком их всегда нарежут даже если это арбуз или персик не только яблоко даже сливу режет вообще все 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 фрукты принято резать обязательно до витамин мана как у них это получается я ничего не понимаю да ничего не понимаю как это у вас такое получается еле-еле кое-как из-за стола встали и опять идиот ну вот и все друзья день сурка подошел концу все разошлись по своим комнатам со своими гаджетами и я тоже сейчас посмотрю комить фильм и усну всегда засыпаю вот так вот вот какой-нибудь фильм сериал причем тем чем скучнее будет этот фильм тем лучше тем быстрее засну друзья ну а если вы не любите скучные сериалы а любите популярную корейскую поп-культуру захватывающие дорамы и всевозможные шоу с вашими любимчиками предлагаю вам посетить канал кей-поп кино канал совсем молодой но очень перспективный на мой взгляд так как все видео имеют русские субтитры ссылку оставлю в описании всех люблю всем пока